Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, вот и приблизилось очередное воскресенье Великого Поста, и мы снова с вами в эфире. И когда оглядываешься на окружающий тебя мир, в котором мы все с вами живем, то понимаешь, мы находимся в состоянии какой-то обреченности, как будто мир приближается к катастрофе, которую невозможно предотвратить, у людей отнят главный жизненный стимул – надежда. Кажется, что тяжелая тьма опускается на землю и окутывает ее черным погребальным покровом. Это не политические потрясения и неожиданные житейские трудности. Нет. Это какое-то ощущение метафизической трагедии, в которую будет включена вся Земля. Если выход из этого состояния, есть ли способ духовной реанимации, можно ли, если не повернуть, то, по крайней мере, приостановить этот процесс эскалации зла? Нам предлагали и предлагают различные рекомендации и утешения. Типа, больного убеждают, что он здоров, часто рисуют утопические картины, похожие на сказания о блаженных островах, но это мало помогает. После допингов наступает еще больший упадок сил. После иллюзий, возбужденных гордыней, еще большее разочарование. Где же выход? И есть ли он? Ответ мы можем найти только в одном чистом источнике. Священном Писании. Которое не лжет, не заблуждается и не вводит в заблуждение других. А еще в тяжелые времена истории пророки призывали народ к всеобщему покаянию. Они призывали каждого увидеть свои грехи и почувствовать свою ответственность за них. Они призывали народ оставить идолов и вернуться к Богу его отцов. Только через покаяние начинается возрождение. Только через боль тяжелобольной возвращается к жизни. Человек, не чувствующий боли, мертв. Равно как и душа, не чувствующая своих грехов, превращается в труп. И другого пути, поверьте, нет. Или покаяние, как единственный путь к Богу, или потеря Бога и обреченность. Только чаша покаянных слез может перевесить на суде Божьем море человеческого греха. Конечно, может быть, немножко сумрачной краски. Конечно, еще нельзя сказать, что в нашем обществе исчезло добро. Но это было бы неправдой. Еще есть, к счастью, много примеров доброты, сострадания, служения людям. Но трагедия в том, что люди как будто забыли о покаянии. Кажется, что какая-то темная сила украла у нас этот великий божественный дар. Это воскресение души еще до смерти телесной. Благодать возвращается тем путем, которым она уходит. Благодать оставляет нас из-за наших грехов. А грехи, в свою очередь, становятся семенем тех терний и колючек, которыми зарастают наши прежде цветущие поля. И грехи, таким образом, становятся предверием тех катастроф, приближения которых чувствуют души людей, даже далеких от веры и от Бога. И вот наша ошибка в том, что мы оправдываем себя, что мы ищем причину своих несчастья его вне, и потому евангельский призыв к покаянию не находит живого отклика в нашем сердце. А если мы и каемся, то как же часто просто ритуально и формально. Как бы забывая о трагических последствиях греха. Этот вопрос на самом деле очень важен. Это один из кардинальных вопросов христианской нравственности. Ведь мирская мораль основана на гордости личной и общественной. основана на том, что превратно называют человеческим достоинством. Иногда даже считается полезным искусственно развивать эту гордость, как бы в расчете на то, что человек захочет стать таким, каким его представляют, расхваливая. Но результаты почти всегда плачевны. Человек, уверовавший в свои «добродетели» в кавычках, так называемые добродетели, обычно успокаивается на этом, считает, что у него все в порядке, ему незачем исправляться, а остается только радоваться, что он такой хороший. Но жизнь не балует людей. И тот, кто приобрел комплекс своей правоты, оказывается в затяжном конфликте с теми, кто с ним не согласен и этому перечит. Такому человеку кажется, что он – воплощение добра и непогрешимости, а другие – носители зла. И вот это неумение видеть свои ошибки, это нежелание осудить себя приводит к тому, что охладевает дружба, распадаются семьи, люди отчуждаются друг от друга. И что же получается? Этот комплекс собственной праведности становится самым тяжелым игом, какое может нести человек. Вот почему покаяние – это суд над собой прежде Божьего суда. А такому человеку кажется, что его несправедливо преследуют, унижают и оскорбляют. Он может выступать только в роли обвинителя. Эта позиция всегда проигрышна и бесперспективна. Потому что, не осознав глубоко своих грехов, своей вины, своего внутреннего растления, человек не может перемениться, не может покаяться и принять благодать Божию, не может вступить в новое отношение с людьми и Богом. Такой человек похож на какого-то странного безумца, который по гордости сам себя замуровал в склеп. Между гордыми людьми могут иметь место даже солидарность и нечто вроде дружбы. Но только в одном случае, когда они выступают вместе против мнимого или действительного противника. Но когда этот фактор единения исчезает, то от былой солидарности не остается и следа. Однажды Александрийский архиепископ спросил Аву, то есть духовного наставника Нитрийской горы, какое делание, согласно многолепному опыту его, есть высочайшее на подвижническом пути. И тут ответил – постоянное самоукорение, то есть всегда и во всем винить лишь себя одного. И тогда архиепископ сказал – это не только высшее делание, но и единственный путь ко спасению. Вот здесь истоки христианской и мирской морали. Здесь граница, разделяющая эти два русла. Только с осуждения самого себя начинается духовное возрождение человека. Ведь гордый не может любить, он не умеет быть благодарным. Только смиренный способен видеть добро и правоту другого. А смирение приобретается покаянием. И само покаяние растет и углубляется по мере смирения. Благодать скрывала от святых их добродетели и духовную высоту, поэтому они до самой смерти считали себя грешниками. Кто любуется своими добродетелями и рассказывает о них, тот свидетельствует этим, что лишен благодати и духовно наг. Только смирение дает людям способность искренне уважать друг друга. Требовать от себя больше, чем от ближних. Быть благодарным за сделанное добро, за оказанное внимание. Прощать чужие ошибки. Вот фундамент, на котором может утверждаться христианская семья, а значит и общество. Человек, умеющий обвинить себя, не будет терять внутреннего мира, не станет проклинать людей и жизненные обстоятельства, и бить, сотрясать кулаками воздух. Он будет думать о том, какие он совершил ошибки, как мне надо поступить, чтобы по возможности исправить их. И даже чашу самых тяжелых испытаний такой человек примет, как очистительное врачевство для своей души. Мы говорили о покаянии и смирении как основе христианской нравственности и любви, как принципе человеческих взаимоотношений, как показатели возрождения общества. Грех, не омытый покаянием, не исчезает. Как капли дождя образуют потоки, так грехи людей, соединяясь вместе, образуют разрушительную силу, которая проявляется в физическом плане в виде войн, общественных потрясений, голода, эпидемий и природных катаклизмов. Эта сила, эта темная энергия наших грехов открывает демонам широчайшее поле деятельности на Земле. Поэтому от покаяния зависит судьба народов, стран и всего человечества. Некоторые скажут, «Батюшка, да что вы такое говорите? Какое значение для мира будет иметь мое покаяние или покаяние немногих людей?» Давайте вспомним. Господь искал в Содоме десять праведников, всего лишь десять, но не нашел их. Иначе горе, город был бы пощажен. А в Содоме жил праведный Лот. И святитель Иоанн Златоуст пишет, что Лот был праведен потому, что он, живя в Содоме и мучаясь, видя грехи его жителей, не осуждал никого. Вот почему мне хочется сегодня пожелать всем нам. Пусть каждый человек зажжет свою свечу покаяния. А это значит, попытается простить всех, помолиться за всех и отвечать начнет добром на зло. Пусть кается человек за себя и своих близких, и его свеча не будет одинока. Около нее зажгутся и другие свечи. Пусть бережет человек, то есть каждый из нас, этот огонь в своем сердце, произнося слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ведь само покаяние – это надежда. А надежда, соединенная с любовью, не может быть отвергнута Богом. Академия 湧ка